Для меня Али Кальтшуллер был, ну я не знаю, как это назвать, я скажу так, мой первый друг, мой друг бесценный. Мы с ним были дружны с девятого класса по конец института, скажем так, что-нибудь с 54-го по 62-й год. А потом я мало его знала, и жизни наши пошли врозь, но вспоминаю я его с большой теплотой и хотела бы поделиться этими воспоминаниями, хотела бы, чтобы люди пришли и послушали о том, что было, прошло и развеялось, но как-то одновременно и осталось, не в той форме, в которой тогда было. Я не люблю слово андеграунд, потому что это неправда, там никакого особенного подполья не было. Это просто была независимая культура, создавшаяся по воле и таланту тогдашних молодых людей, которые начальство никакого отношения, слава богу, не имело. Она обошлась без него. Мы гуляли по холодному, мокрому Ленинграду, были совершенно бесприютны, как все молодые люди тогда. Своего угла не было, привычки зайти в кафе не было, да и кафе-то никаких почти не было, это было совершенно не для нас. А какие были прогулки, пешком или вот на трамвае, ездите в конце в конце, и Алик говорил, я хочу написать стихотворение, одно стихотворение, и хочу в нем сказать все. Вот эта мечта, это на уровне наших 16, 17, 18 лет, о гипертексте, о сверхтексте, по-моему, у него не прекращалась всю жизнь. И сегодня очень интересно посмотреть и понять, достиг ли он и удалось ли ему создать вот этот гипертекст, сверхтекст, в котором в одном стихотворении сказать все. Я не уверена, что это вообще возможно, хотя я понимаю эту мечту, и я даже не могу сказать, что я сегодня не могу сказать, что я хорошо понимаю его стихи, но они такого свойства, что раньше, чем ты начнешь их понимать и в них разбираться, ты понимаешь, что это стихи, и они прекрасны. И вот это понимание, волнение, ощущение, настройка и бег особой, ну чувственной волны, что ли, я уж не знаю, как сказать, вот это приходит раньше, чем ты начнешь разбираться. Али Кальшуллер, ближайший друг и одноклассник, сегодня всем известного поэта Леонида Аранзона, которого в годы нашей молодости особенно никто не знал, ну тогда вообще особенно никого не знали. Все те имена, которые сегодня на слуху у всех, это были частные молодые люди. И, значит, так считалось, что они, ну еще неизвестно, поэты или просто мальчики, пробующие перья. Вспоминать об этом времени мне дорого и сложно, но вместе с Галей Блих, человеком другого поколения, другого времени, знавший Али Кальшуллера и его друзей в другое время, может быть, мы вместе сумеем. Приходите, пожалуйста.